Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Парламент Турции ратифицировал заявление Швеции о вступлении в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Блумберг. После нескольких месяцев затягивания и обсуждений турецкий парламент в конце концов дал свое согласие на расширение НАТО. На сегодняшнем пленарном заседании турецкие парламентарии ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу, теперь документ отправляется к турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Он должен его подписать и передать в Государственный департамент США, единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение по заявке Швеции, остается Венгрия. Сегодня венгерский премьер Виктор Орбан предложил шведскому коллеге приехать в Будапешт, чтобы обсудить этот вопрос. В Швеции ему ответили, что говорить ни о чем – вступление Швеции в НАТО. Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года. А заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии. Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.